Всем привет! Смотрим симпатичный двуспальный домик в районе Бантай, пешая наступность до моря, расположение хорошее. Итак, давайте смотреть. Нахожусь в гостиной плюс кухня. Видим, что есть в гостиной раскладной диван. Сейчас мы ждем гостей. Предоставили кроватку для ребенка. Есть кондиционер, есть москитные сетки на окнах. Гостиная совмещена с зоной приготовления, поэтому это выглядит таким вот образом. Давайте посмотрим зону приготовления. Здесь находится двухкамерный хороший холодильник. Далее мы видим, что есть микроволновая печь, разные приборы, типа кофеварки, тостеры и прочее. По комплектации здесь полный порядок. Есть кастрюли, приборы, тарелки и сковородки. Раковина, все хорошо. Сама зона приготовления, она вынесена наружу. Здесь находится газовая флита и дополнительная еще раковина. Смотрим дальше. В гостиной есть хороший большой телевизор, роутер. Здорово. И вот такая тумба. Сама по себе эта зона очень просторная. Видим, что есть дополнительный столик, пару плетеных кресел. Также здесь есть вот такой вот шкаф. Шкаф, конечно, не первой свежести, но сюда можно кучу всего напихать. И вообще вот здесь вот такой вот закуток, где можно, в принципе, оборудовать рабочее место и сделать небольшой кабинет. Итак, спальня располагается таким вот образом. И давайте посмотрим первую спальню. Спальня светлая, хорошая, мне нравится. Неприятных запахов нет. Большая двуспальная кровать, king size. Вот там находится кондиционер. Шкаф. Здорово. Туалетный столик. Москитные сетки присутствуют на окнах. В принципе, все хорошо. Спальня просторная. Давайте посмотрим вторую спальню. Вторая спальня также выглядит хорошо. Кровать king size. Хорошее изголовье. Шкаф. Туалетный столик. Кондиционер. Москитные сетки. Так. Мы еще не посмотрели с вами санузел. Санузел также выглядит хорошо. Все на месте. Все замечательно. Неприятных запахов нет. Санузел светлый. Вот есть вот такие стеклянные блоки, чтобы попадал естественный свет. Зона души отделена перегородкой. Есть поддон. Слив нужно в месте. Лейка. И вот тут москитная сетка. Все замечательно. Санузел нареканий не вызывает. Все окей. Смотрим террасу. Терраса выглядит вот так. Здесь есть такой вот резной стол. Еще пару пельтеных кресел. В принципе, достаточно уютная терраса. Главный плюс в том, что здесь много зелени. И вот там вдали находится, вот видно даже отсюда, немножко кусочек моря. До моря идти минуты три. Может быть даже поменьше. Вокруг зелено. Территория хорошая. Уютная. Так, давайте посмотрим, как выглядит дом снаружи. Это вот терраса. Здесь есть также вот такая крытая парковка или место для отдыха. Стол. Четыре стула. Замечательно. Есть какой-то дополнительный холодильник. Есть вот груша даже. Можно потренироваться. Мусорный бак. И вот здесь еще один вход. Вход со стороны кухни. Само место приготовления. Вот здесь какой-то краник. Не знаю, зачем. Технически какое-то местечко. Может быть душ принимать. Не знаю. И в принципе домик очень приятный. Зелено. Единственное, что там что-то делают. Но это временно. Я рекомендую обратить внимание на этот дом. В этот дом достаточно сложно попасть. Его часто арендуют на долгий срок. Поэтому старайтесь бронировать его заранее. Всем спасибо за внимание. Всем пока.